Здарова, котины! И позвольте вас перед погружением в данный ролик познакомить со спонсором данного видео Игровым стратегическим каналом, посвященным всеми вами любимыми играми от пароходов Упор сейчас делается на Викторио 3 и на Хой 4 При том вы сможете не только посмотреть на просто контент игровой, а также еще и обучиться данным играм Так как автор данного канала является ветераном, наигравшим по несколько тысяч часов в каждой из них И во время своих прохождений он старается показывать и использовать интересные механики Дабы лучше для вас раскрыть возможности той или иной игры Плюсом к этому у него нередко проходят стримы Например, недавно были стримы по Хой 3, где он вспоминал классику А периодически бывают стримы и по другим играм Вроде Маунтан Блейда, Стар Варс, Кербала В общем, это как вспоминания детства Но что я тут вам рассказываю? Заглядывайте сами по ссылке в описании на канал и зацените его творчество Если оно вам понравится, то обязательно подписывайтесь и поддерживайте автора Большой привет всем зрителям С вами Катархонт, это Харцио Фейрен 4 и партия за Германию в 1933 году Мы с вами стартуем еще с нейтральной Германии Которой правит Гинденбург Но в скором времени Гитлер станет рейс-канцлером И начнется поворотный этап для Германии Формирование Великого Рейха И своеобразное повторение нашей с вами истории Здесь есть заглушки на будущие новые пути Но пока они еще не реализованы Поэтому только сможем посмотреть на своеобразный исторический путь И привести Германию примерно к тому положению Которое есть в оригинальной игре в 1936 году По данному моду у меня был отдельный ролик Ссылку на него вы найдете в описании Сверху справа под восклицательным знаком Можете посмотреть На данный момент тут есть ряд стран со своим уникальным дреем И да, выпустили перевод Но он чисто в группе Линго сейчас есть У них какие-то проблемы с тем, чтобы его в Steam нормально выгрузить Поэтому установка немножечко сложная Но если захотите разобраться, то сможете получить перевод Здесь перевод в основном всех фокусов, событий Местами, конечно, кривовато Где-то восклицательные знаки вылезли Но это не проблема Все равно сможем погрузиться и заценить Так что желаю всем вам приятного просмотра Усаживайтесь поудобнее И надеюсь насладитесь данным прохождением Ну а мы с вами стартуем с исследований Да, у нас тут исследования тоже переделаны И со старта более-менее все неплохо Но надо себе, естественно, раскачать промышленность Радары Все это нам рано или поздно обязательно пригодится Так что начинаем со строительства Лучший менеджмент Также самолет у себя откроем На будущее они не помешают Возьмем грузовички получше И вкачаем себе что-нибудь из рот поддержки Они здесь сделаны очень классно Так как некоторые роты рандомным генералам добавляют бонусы Это очень классно Если повезет, то сможет генералов неплохо так вкачать А потом еще и уровни просто имбитых прокачать Те генералы будут там чуть ли не по 10-10-10 Все, на этом со стартом все Первый фокус мы сами менять тоже не можем Это фокус о том, что Адоль Гитлер вступает на пост канцлера Назначенный самим Гинденбургом И даже с закрытыми дверями у стен есть уши Поправил я все-таки переводик Заново поставил по инструкции Теперь все нормально Нет знаков вопросов По крайней мере на некоторых странах, как это было И надеюсь с эвентами теперь все тоже будет хорошо Но если какие-то проблемы будут То уж извиняйте Не я делал перевод И возможно, да, конечно, с моей стороны что-то не так встало Но постарался сделать так, чтобы все было более-менее приятно вам смотреть Да, ивенты тоже теперь нормально переведены Вот она тайная встреча в доме фон Риббентропа Штамп отлит Постепенно будем власть под себя забирать Ну и следом предложение Шлейхера Плохие времена порождают плохой выбор Притом сразу же мировая новость То, что заговор раскрыт И остается ли надежда на немецкую демократию Но если посмотреть на наши древо фокусов То нет Тут даже никакого шанса на это нет Даже в лучшем случае, когда альтернативу ведут Здесь все равно будет революция То есть демократия не будет сохраняться То есть демократический путь здесь нам не предусмотрен Все, Гитлер стал рейс-канцлером И теперь у нас есть время на то, чтобы заняться развитием авиации Армии и кораблей Здесь нам дадут скидки, новые верфи Так что давайте потихонечку все это брать Ну и да, мировое событие То, что Гитлер вступает на пост канцлера Не забывайте, как люди смеялись надо мной 15 лет назад Умираем у нас идея государства внутри государства Которое дает, кстати, очень большие дебафы Теперь этого не будет Правда у нас все равно еще дебафы остаются неприятные Вроде уничтожено немецкого духа Веймерской эпохи Великой депрессии Также Версальского договора У нас все страдает И промышленность, и производство, и просто политическая власть Ну и теперь самое интересное Посмотрите сюда У нас есть разные партии Разные отношения с ними Также здесь в Рестаге сейчас Что как ситуация Ну и экономику, которую я показывал в отдельном ролике Но я думаю, тем, кто его не смотрел Вот, можете заценить Здесь разные аспекты, куда мы можем тратить деньги Из которых мы можем получать свои деньги И в итоге мы можем менять опять же разные уровни Это будет увеличивать или уменьшать наш доход Но при этом давать какие-то плюсы или же дебафы То есть просто небольшая настройка своего бюджета Не очень сильная, но хотя бы небольшое влияние ты здесь оказать можешь Притом эти деньги, которые копятся, их потом можно тратить на разные решения Здесь пока только одно это решение Но потом откроют еще новое То есть деньги как валюта здесь не просто так существует А также взаимосвязаны И из-за них вроде можно будет получать фабрики Пожар в Рейстаге И нам сообщают, что это проклятые коммунисты Здесь стабильности нам роняют Вот так вот Наше государство пытается как-то стабилизироваться Но ему все не дают и не дают Нам теперь надо накопить, кстати, 150 политической власти Чтобы получить советника на опыт флота Так как мы его открыли Взаимодействие, кстати, с партией меняется Плюс 100% поддержки Рейстаг избран Какого-то глубокого пока взаимодействия здесь нет Но, возможно, в будущем с обновлениями это добавят По поводу же остальных фокусов Австрийский режим, кстати, негативно реагирует на эти заявления Ничего не поделаешь Нам здесь дают с вами скидку на карабин Версальский договор Чуть облегчают для нас с вами И, наконец-таки, призыв в армию открывают Ну и активируют задания Также вторая программа перевооружения То есть постепенно, втайне, начнем наращивать свои войска А само это решение требует от нас не менее 20 дивизий иметь Тогда мы получим поддержку войны Если же не успеем, то поддержка нашей правящей партии уменьшится Это странно, что фашизма Пока как бы не фашизм у власти Но решение уже влияет на фашизм То есть нам надо с вами еще 11 дивизий нанять Ну давайте, у нас с вами есть пехота Вот, конечно, вот это немного грустно Что показатели из-за перевода здесь съехали Неприятно, знаете ли Возможно, даже придется со временем отключить мод Потому что оценить качество дивизии особо-то не выйдет Ну ладно, давайте Формируем дивизии На быстром облучении будем их распускать Чтобы переооружение успеть выполнить вовремя Первый этап реформ провели Ну давай теперь экономическое восстановление начнем Укрепим нашу экономику Избавимся от ряда дебафов Перейдем с вами в свободные экономики на корпоративизм Это нам, кстати, как раз откроют путь потом вот сюда вот Но перед этим нам нужен будет разрешающий акт вот здесь вот Примем закон о разрешении То есть постепенно передадим власть в руки фашистов Если что, ничего не знаю Тут именно партия с идеологией фашизма Так игра называет это, поэтому так и будем называть Так, у нас с вами интересный ивент с Австрии Они запрещают партию И мы можем организовать переезд из Баварии Либо же это не стоит наше внимание И потерять пять военной поддержки Ну, давайте организуем это дело Потираем вооружение Потираем политическую власть Но зато Австрия будет наше влияние Бойкот с нашей стороны Виммерский флаг, кстати, тоже под запретом Бамс И теперь ждем, что же нам ответит Австрия За нее, если что, Италия Поэтому, наверное, не стоит слишком сильно давить Но чуть-чуть постараться можно Мне сейчас очень интересно Нам, короче, на 385 дней Дали решение Нам надо минимум 200 вооружений И смотрите, если мы не выполняем 100% Дольфус будет убит во время восстания И если мы дадим эти 200 вооружения То то же самое, 100% он будет убит во время восстания Хотя, кажется, я понимаю, почему здесь процент в ноль Потому что у Австрии 100% демократия Никакой поддержки даже фашизма нет Поэтому вопрос, как он может там взять власть Мы посмотрим, может быть, где-то будет влияние еще по ивентам Какое-нибудь А то иначе жалко, что дан ивент Ничего нам не даст Принят закон Нет места для оппозиции теперь Все, Гитлер становится фактическим лидером У нас меняется как раз правящая партия И Гинденбург у нас становится как раз премьер-министром Теперь у нас официально партия 46% поддержки У нас, кстати, открылось решение на формирование великого германского рейха Но это пока так Взгляд в будущее, нам он еще не светит Перед этим всем нам надо пройти великую и длинную дорогу А пока займемся рейс с автобанами, сделками, приватизацией Сделаем трудовой фронт, который нам откроет очень классного советника Который дает одни дебафы Ну а почему бы и нет Постепенненько будем заниматься промышленностью И только потом пойдем по укреплению здесь 1 августа 1933 года Выполняем вторую программу перевооружения Отлично Теперь нам надо 360 дней продержать Больше чем 20 дивизий А следом открывается рейх с автобан Мы теперь можем строить за деньги Смотрите-ка как раз Закладывать автобаны Тратить на это фабрики, скорость строительства Но зато потом получать инфраструктуру И понижать уровень безработицы Давайте начнем потихонечку развивать великие дороги Ну и германский трудовой фронт тоже давайте откроем Интересно что он нам даст И о, сотри лопату С собственными усилиями закладывает Хорошее начало Аж политическую власть нам за это с вами даровали Вот оно формирование свободных профсоюзов Ежедневная политическая власть Плюс, но скорость 30 минус Какой-то немного странный противовес Но да ладно Он постепенно будет развиваться Улучшаться Вот здесь вот Благостание для немецкого народа будет переходить Опять же тратим фабрики Но возвращаем скорость строительства Получаем больше объема заводского производства И даже политическую власть Здесь же мы проводим сделку Можете ее подробнее изучить Синтетика это будущее Синтетические ресурсы как раз получаем Ну и давайте приватизацию Кстати у нас еще будут и векселя Но они только в январе 34-го откроются Поэтому пока они нам с вами не светят И давайте кстати проведем в сентябре 33-го Основание вермахта За 0 дней кстати мы откроем себе путь Продвижения по другим путям Развития как раз армии, авиации, флота Но нам пока это немного недоступно Нам надо еще отказаться от положения в разоружении Просто такое зачаточное дело сделали Получили генеральный штаб немецкий как раз Ну и теперь давайте Закон об уравнивании принят Мы получается миксуем с вами политику Миксуем как раз экономическое своеобразное развитие И армию Больше ничего основного здесь по развитиям пока нет Ну и древо да небольшое конечно С учетом того что нам придется очень долго играть Но главное чтобы было много событий А на этом вот пока вроде не скупится Давайте следуем еще подчинение земель сделаем Герман Геринг назначен министром президентом Пруссии Закон об уравнении Признаки демократии наконец-то исчезают Стабильности меньше Зато защита от смены идеологии Так еще и политическая власть И еще политическую власть нам за это даровали Мы теперь сами можем с гражданской экономики Кстати на раннюю мобилизацию перейти Но здесь экономика сделана так Что гражданская экономика дает тебе бонусы на фабрике Что очень хорошо В то время как переход на военную Фабрики наоборот срезают строительство Но увеличивается строительство как раз военных заводов Мне эта система очень нравится, жалко что в оригинале подобного нет Назначение сделали и у нас тут пусть воссоединение германского и прусского государств Будет скорым опять минус тапка Плюс политическая власть Стабильности нам видимо не видать Но дальше делаем одно государство Одна партия Мне кстати вот хороший вопрос что делать с христианским сопротивлением Больше власти церкви можем даровать с вами А с другой стороны забить на это и просто с святым престолом взаимодействовать Но это чуть попозже, давайте сначала по правой подветочке пройдемся Здесь у нас хорошие бонусы на правосполитической власти Все-таки не будем от этого отказываться И тысяча лет Все, мы остальные партии как бы запрещаем Мы только единая истинная партия, которая может править Германией Остальные все подомнем под собой Кстати, я накопил политическую власть Я могу теперь переворот в Австрии сделать Но вот как и было, толку в этом никакого нет Поэтому грустно, что вроде как есть возможность, а ты ничего не сделаешь Все, мы получаем этот бонус Немцы стоят вместе как единые ЦЛС Скорость мобилизации, фактор ВН, обязанность населения плюс 15% Так добавок к этому еще политическую власть Поколение Гитлера делаем Ну и под финалочку А почему бы нет, покинуть Лигу Наций Зачем она нам сдалась? Непонятно Покидаем ее Хотя вот смысла особо в этом торопиться нет У нас только в июне будет перестройка Рейха Но ничего, заранее подготовимся По поводу здесь нам тоже пока Дальше первого фокуса двигаться некуда Лигу Наций покидаем Давайте первый фокус Гиммлера назначим Германия бросает вызов всемировым державам И выходит из лиги Не будем произносить эти слова, но Слава Германии! Пять поддержки нам получается Войны И Генрих открывает концентрационный лагерь А следом вот хорошая новость Нобелевская премия по физике Получаем скидку в 10% на атомные технологии Кстати, я тут промышленность Британии себе приоткрыл И она слабее нашей Вот так вот Британцы так-то нехило слабее, чем мы Французы тоже слабее, чем мы Ну и по войскам, конечно, да Тут хотя бы армия есть Мы здесь не сравняемся Но вот по промке, я думаю, мы их вполне себе обгоним Просто у меня был шпион Я немножко посмотрел, что там Давайте отправим в Австрию Конечно, одним шпионом здесь особо ничего не сделаешь Но мало ли Может быть, какой-то внутренний ивент это запустят Гестапо учреждается Дает эффективность зарубежной подрывной деятельности Цель сопротивления меньше И поддержку партии Куда я дел свои сапоги Кстати, денежки уменьшились Я здесь по решениям решил вложиться В экономике Вот сюда вот Мы строим фабрику гражданскую За 60 дней Трати, конечно, немало денег Но это свободная фабрика И понижение безработицы в Германии Часть рабочих открываем Сила через радость Мы доказываем свою самостоятельность Получаем за это снижение как раз беспорядков И поддержку партия Ну и давайте Благосостояние для немецкого народа Как раз в скором времени у нас откроют викселя И после этого фокуса Сделаем викселя Которые нас будут сопровождать Еще несколько игровых лет Плюсом к этому у нас закончился Рейхс Автобан в Берлине Теперь нам открывают новые Кстати, подожди Пакты не нападения с Польшей? Давай! Ну и здесь такая же схема Мы опять же теряем с вами фабрики Но зато получаем здесь инфраструктуру И уменьшаем беспорядки Притом только по одному району мы можем То есть сразу же несколько нам сделать не дадут Пакты не нападения с Польшей? Да, Польша согласна Временно мы с ней договорились Викселя у нас с вами есть Всеми вами любимые Больше свободных фабрик Но у нас тут выбор Две военки получить Либо же две гражданки И как по мне давайте построим мощный экономический базис А уж с помощью него сможем потом настроить и больше обычных гражданок и больше военных По поводу, кстати, движения по армии Нам надо вот этот вот фокус сначала взять А перед этим нам надо дождаться июня 34-го Так же смерти Гинденбурга Поэтому пока ждем И выбора нет Придется нам теперь с церковью бороться Которая, несмотря на борьбу Гитлера Стоит ему палки в колеса Поэтому да, на время мы получим дебаф Крестьянское сопротивление А дальше уже решим, что с ним делать Притом, как раз когда мы его сделаем Скорее всего подойдем к перестройке Германии Потому что другие фокусы пока недоступны И только этот истинный путь нам открыт Но вот а с Австрией, конечно, вопрос Что в итоге делать? Потому что если я вложусь Я потеряю 150 политической власти И ничего не получу Если не вложусь, то я не потеряю 150 политической власти И тоже ничего не получу По-моему... О, кстати, в Австрии какие-то дела Подожди-ка Ооо, 100% фашизм Ну-ка, подожди Он будет 100% уничтожен во время восстания Но у них теперь реальный 100% фашизм Жалко То есть ни при каком раскладе Нам этот ивен все равно никак результаты не поменял Несмотря на то, что здесь уже фашисты официального власти в Австрии Ну давайте, конечно, подождем еще Я в последние дни тогда только прожму О, запускается у нас, кстати Вторая революция Операция Калибри Теперь мы официально с вами сможем выйти сюда В компанию Калибри Эрнстром должен быть остановлен Да начнется ночь длинных ножей И гестапо мы постепенно будем укреплять Правда, это сказывается на стабильности Но зато все больше и больше власти в руках гестапо Видимо, придется этим заняться на всякий случай А то есть, наверное, упустить То можно словить восстание Мы же его не хотим Потому что оно все равно ничего не даст в данной реальности Хотя 10 дней, я думаю, можно себе позволить потратить на власть церкви Притом, подожди, мы можем больше власти церкви дать? И получить из-за этого яростное христианское сопротивление? А зачем нам это надо? Давайте проведем рейс Конкордат И посмотрим, что нам скажут тут Отлично Это действие убирает нам христианские восстания Поднимает стабильность и политическую власть Замечательно, у нас, кстати, 50 стабильности Я беру компанию Укалибри Мы можем сейчас перестроить Германию Но давайте сначала начнем эту операцию На всякий случай Мало ли, иначе, это пойдет как-то в минус Поэтому сначала сделаем операцию Ночь длинных ножей А уже потом будем перестраивать Германию окончательно Ну и остается 7 дней Видимо, выбора уже нет Давайте прожмем Тут явный нулевой вариант нам никак не вылезет Просто так потеряли 150 политки И Дольфус убит во время нацистского восстания в Вене Игнорировать развитие Либо же мы должны спасти наших братьев и вторгнуться Италия, скорее всего, выступит на стороне австрийцев То есть мы с вами при таком раскладе Будем сражаться с австрийцами И с итальянцами Конечно, это классно в плане поддержки войны Которая станет сразу же 40 Но это, мягко говоря, не исторический путь Притом склизнуться сейчас дуча На самом-то деле мы сможем сдержать границы Но так рано выходить в войну Это очень странно Хотя мы получим Австрию Ее промышленность 11 гражданок Все-таки как-никак это хорошо звучит Но они будут ненациональными, скорее всего, для нас Поэтому... Зачем? Если мы через время все равно мир на это заберем Ладно, игнорируем развитие Потому что, я не знаю, ивент был Но стопроцентная неудача Вкладывайся, не вкладывайся Хотя стопроцентный фашизм Ладно, игнорируем развитие этих событий Мы все-таки не в том положении сейчас, чтобы злить итальянцев Не, это можно Быстрый спидран сделать по захвату Австрии Скорее всего, даже Италию обыграть Здесь, конечно, на горах будет сложно Но можно ее специально пустить вовнутрь Окружить армию, уничтожить еще раз и еще раз Но зачем? И да, наш президент Гинденбург мертв Место свободно Вакантно Мы как раз на этом фоне Фюрером становимся Получаем с вами поддержку партии Стабильность Убираем уничтоженный немецкий дух Добавляем Гесса И тоталитарную систему О, какой красавец рядом с нами выседает Клятва лидера Я всегда буду готов отдать жизнь за эту клятву Неплохо так скачок в стабильности И в поддержке войны сразу же проскочил Стоило только смениться В верхушке Окончательно укрепившись Ну а сам по себе Гитлер у нас Параноик Прост политической власти Но минус стапка Хуже взаимодействия с демократами Оправдание, напряженка Но агент ничего не дает Операцию калибри мы с вами начали Ну и давайте теперь самое время Перестраивать Германию Закон о восстановлении Германии Пределы вьемерских институтов Мы с вами убираем Новую репрессивную систему добавляем Германия наконец-таки Объединилась Рейхстаг будет упразднен Ну и компания чистки Секрет Калибри вступает в силу Против следующих заговорщиков Долой Заговорщиков Да начнутся Чисточки Гитлер не позволяет Рему свергнуть Правительство Если я не ошибаюсь То да Здесь вот будет возможность Уйти в коричневую революцию Но это в следующих версиях лишь Да и вот здесь вот тоже Потом переворот Верхнем командовании Будет доступен Но опять же не сейчас Я бы на самом деле Не против посмотреть на альтернативу Что в Германии Что в Советском Союзе Но пока об этом Остается только мечтать Теперь нам по фокусам Открыто военно-морское Соглашение с Германией Ну давай Договоримся Сначала с британцами Потом ведем законы За 60 дней А потом за 70 Германия вновь вводит Воинскую повинность Мы официально Деносируем Версальский договор Думаю мы к этому Уже готовы Британия Согласна С нами И теперь Рассмотрим Планы судостроения Добавится идея Англо-германского Военно-морского Соглашения Эта сделка позволяет нам Проводить ограниченное Военно-морское перевооружение Прекрасная новость То есть британцы Смотрят на нас Спустя рукава И такие Да, пожалуйста Занимайся строительством кораблей Мы не против Приняли законы Нюрмерга Ну и мы теперь получаем Расовая теория Которые режут фабрики И вопрос Зачем они нам сдались Ну и тоталитарная система Которая вроде и так Уже была запущена Вот они Эти расовые теории Вопрос Зачем она нам сдалась С учетом того Какие от нее дебафы Хороший Но такого в путь Мы его не можем избежать Ну и да Тоталитарная система Тоже вот здесь Опять же Из всех бонусов Здесь Ну Военное обязанное население Полит власть Поддержка войны И стапка Конечно ужас Была только 90 с лишним А теперь опять в 60 ушла Вот он и живи Называется Стабильность Как качели Прям туда-сюда бегает Ну и кстати Польша Да Пакт о ненападении С нами решила разорвать Недолго Это продержалось О Саар кстати Присоединяется к нам Ура Получаем сами территорию Тут всего одна фабрика Но все равно Это успех Мы понемножечку Восстанавливаем Наши земли Версальский договор Официально отменен Теперь прогулка На задний двор Будет доступна Только через год Ну армия в 350 Не проблема У нас уже скоро Она будет такой Поэтому давайте Наверное экономикой Займемся Здесь у нас Можно политизировать Автаркию Мы постараемся Достичь полной Экономической независимости Здесь же мы Согласие с Рейхсбанком Проведем Смешанная экономика У нас будет Тогда И здесь Четырехлетний план Я так понимаю Это более-менее Исторический путь Здесь же Девальвация Рейхсмарки Либерализация Экономики Министерство Иностранных дел Управление Промышленностью Конгломератов Пойдем Кстати На уступки Гитлеру И получим Военную экономику Либо же Сможем Лимитировать Военные траты Ну и Сильную Германскую армию Получить Кстати Победа на Нутреннем фронте Но объем производства Еще сверху Это неплохо Здесь же мы с вами получим Четырехлетний план По сути так же Экономика Которая нам дается тут Только чуть попозже Дальше мы получим До военных завода Здесь получаем Заводы Георинга Открыто решение с ним Можем поглотить Мелкие корпорации Минус один процент Безработицы Здесь минус три Но здесь Примерно такой же И даже больше дают Конгломерат Рейнметал Это уже звучит неплохо Много военных заводов Опять же Военная экономика И скидочки На индустрию И здесь мы просто переход На плановую экономику Получаем Не Это более исторический путь Но Мне вот интересен Этот путь Сильной германской экономики Здесь очень классные бонусы Пешные фабрики теряем Но Давайте что-то свое Новое попробуем И пойдем По согласию с Рейсбанком Мы с вами меняем экономику С корпоративизма Я так понимаю Уходим В смешанную экономику Не лучший вариант Я вам могу сказать Сразу же Тот в котором Мы сейчас находимся Приятнее И даже плановая экономика Приятнее всего Но раз этого требует Путь То мы сами По нему пройдемся Но чуть-чуть Попозже Сначала я хочу Заняться Реформами Наших войск Как-никак Пора уже Поднимать армию Пора поднимать ВВС И наши Великие корабли Будем делать Великие подводные Лодки Денется Уж куда-куда Но подлодки Это наше все Кстати Экономическая Либерализация Дает нам меньше Фабрик Объем заводского Производства И строительства Мы конечно Немножко Сейчас подрежем Фабрики будем На это тратить Но еще больше Производства И скорости Строительства А неплохо Давайте дальше Прокачиваться По реформам Экономики И путь К либерализации Экономики Чтобы обеспечить Наше выживание Давайте прислушаемся К Рейхсбанку Получим стабильность Но потеряем Но потеряем Немножко Политической Власти Немножко Альтернативы Все таки Хочется что-то Новое Посмотреть Открыли Решение На дивизии СС Нам сами Дают Шаблончик Но это так Чисто знаешь Для прикрытия Пехота Наверное Примерно Такая же Да На оборону Портов Разве что Пойдут Вдобавок К этому Нам открывается Подветочка Решений С ними При контроле Определенных Территорий На Пряге В войне Мы сможем Разворачивать Новые Дивизии То есть Проще говоря Затрату Политической Власти И выполнение Каких-то Условий Будем Получать Новые Войска Ну а так Что мы имеем У нас август 1935 года Здесь мы Дошли до тупика Дальше нам Июнь 36 года Ждать Здесь Январь 36 года Здесь Мы хоть и Выполним Эти решения Но тут По большей части Просто генералы Небольшое Укрепление Именно Власти СС Которая Не так уж Много Бонусов Сейчас Дает Нам Нужных Поэтому Можем Заниматься Сейчас Реформами Армии Дожидаться Потом Прогулками На задний Двор И постепенно Начнем Уже Мировую Политику Здесь Дорога К войне Пакты Сотрудничество Также Откроется Дальше Подветочка Где мы Сможем Немного Экономику Улучшить И уменьшить На 8% Количество Безработных Это очень Важно Так как Это уменьшает Но Избавиться От этого Хочется Чтобы У нас Экономика Росла Еще Быстрее Быстрее Сами Мы Активно Застраиваем Гражданкой Я Лишь Одну Линию На Военные Пока Выставил Все Так Хочется Гражданкой Забить Чтобы Такой Лимитик Был Хороший Мы Могли Быстро Строить Ну И Наверное С вами Если Так По Фокусам Смотреть Где-то Одну Четверть То Еще Лет Девять По Этим Фокусам Может Быть Чуть Побольше У нас С вами Будет Да Здесь Опять Есть Альтернатива Вроде Оси Берлин Москва И Также Мы Можем Не пойти В стальной Пакт И Потребовать Южную Тироль Или С Японией Подружиться Или Наоборот Против Нее Выступить Разные Возможности Будут Хоть и Мелкие Но Взаимоисключающий Выбор У нас Есть Если Вам Серия Этого Зашла То Поддержите Своим Лайком И Комментом Но Я Надолго Не Прощаюсь Встретимся В Следующих Роликах Как По Эту Моду Так И По Другим До Скорых Стретч В Новых Видео